Добрый день, дорогие товарищи! Сегодняшний наш разговор будет о женских болезнях. Опять-таки, каждая наша встреча, она спровоцирована какими-то обращениями. И в последнее время женщины одна приходит, вторая приходит. Вы знаете, у меня что-то так сильно груди болят, вот вроде мастопатия была, но как-то я на это внимание, ну была, была она у всех, а сейчас такие сильные боли. Вот постоянно не проходят, да, передмесячными обычно тогда только, а сейчас вот передмесячными усиливается, ну до конца не... Как бы у меня онкология? Одна приходит, как бы у меня рака не было, как бы... Другая приходит, и это вот, ну как, снежный ком, как говорится, да? Другая приходит, вот у меня какое-то уплотнение, вот фибромиома, вот она начала расти, вот как бы у меня там что-то не... Потому что общий страх, общее такое напряжение, эти дают... Смотришь, да, мастопатия была, да, у вас узылки есть, есть, не проходит, потому что человек в постоянном напряжении. Посмотрели, говорит, вот посмотри, ты раньше туда ходила, туда ходила, двигалась, фитнес-клуб, сейчас многие фитнес-клубы были закрыты. Человек, ну дома не занимаются, не дома, на работе, машина, дом, никуда не выходит, всё. И настолько сильно позвону, сделаешь, вот наша диагностика. Это спина, должна быть зелёная, зелёного нету вообще, всё красное. Вот поближе, да, Ирислав, сделаем. Вот спина, которая должна быть зелёная. Вот это до лечения, это после лечения. В такой спине отсюда идёт иннервация и кровоснабжение нормальное к молочным железам, отсюда к матке, к придаткам. Естественно, при такой спине не может не быть мастопатии, не может... Естественно, да, когда... Ой, а у меня там ещё рак, ну нету, а может... Ну это всё предпосылки, потому что там, где застой, а мастопатия это что? Застой, переполнение молочных протоков, и они начинают сдавливать окружающую ткань, боли. Там, где сдавливается, образуется узелок, а там, где расширяется проток, образуется киста. Кистозно-фиброзная мастопатия. И начинают там, вот вам мастопатия. Я вот пью вот эти, и мастоденон пью, и циклоденон пью. Они отток не нормализуют. Надо убрать компрессию корешков сосудов, дать отток, и вся мастопатия уйдёт. Там, где нету застоя, там онкологии никогда не будет. То же самое касается и матки. Если нет застоя в малом тазу, никогда не будет. Ни эндометриоза, никогда не будет фибромиомы матки. Никогда, ни как... Крауроза не будет. Никогда и эрозии не будет. Если есть застой, нарушается кровообращение, нарушается отток, нарушается приток. И условия застоя дают предпосылки для возникновения и мастопатии, и фибромиомы матки. Естественно, которые сразу... Да, рак груди очень частый, но на здоровом месте не бывает рака груди, не бывает рака матки. Поэтому надо... Началось что-то... Ну, пьёте неделю попили, две недели попили, мастопатии, не помогает. Никогда он вам уже не поможет. Надо найти причину, почему нарушен отток, почему нарушен приток. Найдёте эту причину, уберёте его, значит, всё будет нормально. Уйма способов диагностировать. Можно сделать тепловизор, можно посмотреть рентген, можно руками посмотреть, можно... Глубинная радиотермометрия. Есть такое. Она сразу показывает уплотнённые места, и дальше уже... Ага, есть уплотнение, да. Что... Откуда это уплотнение идёт? То ли с позвоночника, то ли где-то другое что-то. Нарушен отток. Убираете отток, и убираете все проблемы. Мастопатия уходит, фибромиомы уходят, и всё у вас восстановится. Следите за тем, чтобы было нормальное кровоснабжение ваших молочных желёз. Здоровый позвоночник, здоровые органы брюшной полости, чтобы давали отток, приток, и будет всё нормально. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok